Спасая подчиненных от вражеского обстрела, три года назад в Луганской области погиб майор 55-й артиллерийской бригады Сергей Белокобыльский. Именно в этот день в бригаде ждет память всех погибших побратимов. Сергей Белокобыльский погиб возле села Дьяково на границе с Российской Федерацией. Минометный обстрел, во время которого военный получил смертельное ранение, враг вел с территории другой страны, говорит командир бригады. Я памятаю этот день, мабуть, на все життя запамятается, когда мне зателефовал командир подраздела, подполковник Лавриненко Александр, и доповел, что наш боевой товарищ у него на руках загинув. Спустя три года скорбный список 55-ки пополнился еще 11 именами. Также сегодня ждет память 38 погибших военнослужащих батальона Днепр-2. Мы выдаем шану им, вклоняемся перед теми хлопцами, которые сейчас на передовой. И, конечно, спасибо тем родителям, которые выховывали настоящих героев. Среди погибших героев сын Светланы, старший сержант Евгений Сиротин. 21-летний военный погиб во время боя под Красным Лучом в августе 2014 года. Он умер в 21, чуть старше. Знаете, в нем появилась уже вот эта вот мужская настоящая черта, когда он стал не мальчиком, здесь он мальчик, а мужчиной. И это настолько красиво, он аж сиял в этом все. Ну, это был бы прекрасный муж, прекрасный отец, и я уже не говорю о гражданине общества. После митинга родственники погибших посетили музей. Среди экспонатов личные вещи погибших бойцов. Перчатки и балаклаву Николай Говоруха купил своему сыну в 2014 году. Эти вещи прошли, с ним весь боевой путь его. Теперь обрели свое место в нашем музее. Память погибших военнослужащих 55-й артиллерийской бригады почтили минутой молчания. После чего родные, сослуживцы и представители власти возложили цветы к стеле памяти погибших военнослужащих.